ее уважают на дорогах она стильно смотрится с не угадали с дизайном lexus gs сегодня говорим о нем все бах друзья сразу хотелось бы отметить вот с дорожный просвет такая вещь то есть есть американцы есть европейцы до которые там по европейцы поставлялись там страны европы да уже официалы так вот у американцев обычно дорожный просвет ниже и составляют вот у этих лексусов это у нас 2005 один из самых первых и у них дорожный просвет 130 тогда как у европы там для и стран европы он уже 150 ну знаете вот этот конкретно а в да и кстати этот автомобиль продается кому будет интересно ссылка будет в описании под видео так вот вот этот вот а в д и владелец непосредственно дарит никаких проблем нет ну понятно а в до зимой то есть он выгребает как танк просто из снега поэтому безусловно безусловно конечно же на в д полный привод является плюсом особенно для наших дорог в условиях зимы и выехать откуда-то на нем с полным приводом вам не составит особого труда ну и ребят конечно же там их подымают проставки и прочие танцы с бубном это это не проблема то есть просто чтобы вы знали что американцы изначально идут ниже немножко но и друзья по двигателю конечно нельзя здесь не сказать чего-то то есть двигатель здесь 3g рфс е это непростой будем гореть так двигатель но тем не менее друзьям то есть да все знают и опасаются даже иногда покупать их связи с тем что есть проблема у некоторых опять-таки проблема 5 цилиндра мы сейчас не будем касаться в глубину до причин споры идут на форумах до сих пор занимаются лексусоводы там уплотнением короба воздушного фильтра там и так далее и тому подобное некоторые с катализатором танцы с бубном устраивают ребят но я знаю вот от себя могу сказать ряд историй действительно реальных тоже там где или ли туда да там как бы масло и бензин самый обычный и на предприятиях автомобили эти эксплуатировались там хвост и в гриву им давали и вот их миновало это вообще вот вообще миновало и все не было никакой проблемы до некоторых это некоторых это касается каким-то образом но ребят то есть эти лексусы стоит отметить стоят уже на рынке немного дешевле чем те же там аналоги в таком же кузове там с беспроблемным скажем так вообще двигателем 43 до к примеру то есть разница там заложено уже в две капиталки поэтому ну покупая это вы должны конечно это принципе учитывать но в то же время ребята опасаться этого как по мне ну я бы не стал будем говорить так если уже душа лежит вот к лексусу да к такому то я не думаю что на самом деле это глобальной какой-то проблемой является безусловно друзья стоит конечно же конечно это учитывать то есть какой-то степени на последние бабки эту машину покупать я вам не рекомендую то есть какой-то запас должен быть конечно но тем не менее во всем остальном то есть она и в ходовой и во всем остальном довольно надежный аппарат если за ней следить смотреть то есть вы к ней с любовью она вам взаимностью ответит однозначно вот в плане дизайна я узнать и я на нее заглядываю сам то есть вот они угадали настолько с дизайном просто здесь все шикарно то есть в остальном в остальном во всем здесь просто здесь просто все прекрасно ты сидишь в ней ты просто чувствуешь себя королем здесь сидухи очень удобно и здесь они выполнили в классических таких вот чертах лексуса именно в классике да ну мне вот это вот фигня конечно я тоже не понимаю все таки это же лёха алё это уже ада с 6 с 5 выпуск идет по сути дела но вот этот вот америкос а вы да да у нас но тем не менее шо в камре уже этого нет зачем они тянули вот это вот с кассета и непонятно ну бог с ним это мурав сюда то есть все остальные черты но вот здесь настолько приятно но я просто испытываю наслаждение я вам откровенно говорю то есть снимая некоторые материалы знаете как я действительно испытываю наслаждение потому что вот приятно ты просто сидишь в нем вот только присел и тебе уже хочется на нем проехаться хочется дать гарри там покататься по зажигать но вот вызывает чувство этот автомобиль знаете вот есть действительно такой ну овощ сел то все но вот это вот классика lexus салончик салончик сзади но ребят все классно вот классно здесь здесь удобно и место все то же самое практически по ощущениям как в камре ухи то есть место полно он видите здесь вообще сидуха откинута да не могу то есть полностью вот просто откинута практически до состояния лежачего пациента и он видите место еще вполне вполне здесь есть салончик очень приятненький все выполнено качественно из хороших материалов но нельзя сказать что прям супер супер да супер дорогих но друзья ну вот качество все таки ребят ну конечно же всем известная до болячка тормозные диски это как у тойот у камре ух и здесь это тоже присутствует но от владелец кстати горит что недавно их менял вроде бы диски тормозные но некоторые там протачивают когда можно это у многих такое слабое место это так сказать сервисные работы которые которые приходится иногда делать но ребят это все знаете как от слова иногда в остальном же во всем в остальном же во всем все прекрасно ребят кнопочный доступ вот здесь просто обалденно у них я вот это вот прусь руль на вас выехал в удобное положение магнитола включилась но и для того чтобы завести я сейчас не нажал педаль вот на нажать педаль если вы не нажали он просто выедет включится все второй раз все бах все пошло чек проверка комплит выполнена ну вот 14 литров мы сейчас тут покатались еще по чагирям в поисках места более-менее тихого но очень классно выполнена приборная панель то есть вот такая классика знаете я не могу без чувств каких-то об этом говорить мне очень нравится то есть несмотря на то что присутствуют да там минусы с этим пятым друзья с этим совсем можно жить в конце концов это делается знаете как если уже это случится и потом друзья вот мне надо даже вопросы задают я хочу узнать и как может отдельное видео сделать ребят ну слушайте с какими-то профилактическими работами периодически сталкиваются все вот владелец здесь конкретный владелец есть который на нем отъездил там четыре года есть сейчас взял себе более новый лексус то есть еску более новую тоже доволен и со слезами так сказать прощается с этим но еще не прощается но вот хочет его продать но тем не менее вот реально лексус этот хозяйский знаете когда он в годах да уже да уже все не новое там но но состояние все же хозяйское и видно что за автомобилем знаете вот вот смотрели в принципе несмотря на то что это вот один из первых годов выпуска там пятый год здесь у нас все понятно управление климатом управление кондиционером здесь вот друзья у нас памяти да что приятно есть ряд положений ну и как обычно выведено управление окнами всеми сбоку здесь но довольно удобно то есть тоже вот решение такие знать вот сидишь в нем у тебя все вот в твоей ручной доступности до руками все довольно удобно расположена эргономика как говорится вся вся на высоте то есть все здесь продумано приятно удобно для комфорта знаете те кто говорят там эта машина для пенсионеров может тоже кто-то скажет ну я вам скажу дать в где ребята вы ошибаетесь это не так он сам просится в бой на трассу позажигать поездить хотя ребят вот тоже то есть коробка стоит все таки если вы берете в годах уже автомобиль там да то стрит рейс я думаю не стоит до вам участвовать там в заездах каких-то да по зажигать можно разок-другой под настроение друзья это все понятно ну там специально да и и там в тапок в пол эксплуатировать не нужно потому что это нерегулярная болезнь но может такое проявиться если вы будете выдавливать из нее все что можно абсолютно то что-то может сказаться и на коробке поэтому бонаре так регулярно ездить там на ней тапок в пол не стоит это не тот автомобиль хотя конечно по зажигать на нем можно и нужно даже движок сам работает довольно тихо вот я даже замолчу вот то есть очень тихо очень тихо работает звонок здесь же конечно же стоит круиз то есть все для удобства водителя абсолютно здесь все для удобства водителя и конечно же пассажиров ну и так же глушим кнопкой и все руль отъехал все вам удобно то есть вам абсолютно удобно открыли дверь ничего здесь не мешает и вышли все комфортно вот это вот решение тоже вот у них просто классно ну и ребят там для тех кто к примеру подобную вещь собирается именно вещь до для меня это вещь собирается там приобрести конечно же стоит проверять компрессию не делайте это закрытыми глазами да не на всех ребята это проблема то есть из этого тоже там панику некоторые устраивают неминуем а там некоторые пишут друзья неминуем капитал капиталка неминуема на любом двигателе вашем на вот вы ездите на чем вот я вам хочу сказать на том на чем вы ездите капиталка неиминуема через какое-то время тоже то есть это это вообще порой абсурдное знаете как высказывание то есть есть истории повторюсь много там где люди эксплуатировали ездили годами то есть на них и ничего не случалось да такое бывает на них происходит но цена на подобные модели тоже как правило несколько ниже поэтому ребят то есть проверяйте конечно же компрессию перед покупкой чтобы более-менее в этом плане хотя бы быть спокойным вот автомобиль звери друзья еще как вариант до чтобы там еще убедиться да там в проверке ну может быть да там кому-то может бредовым это показаться можно слить масло в конце концов если вы определились да вот вот вы ее хотите к примеру да ну подобную я не рюш там эту то есть вы хотите подобную все сливайте масло пусть вы попадете на масло заливайте новое аналогичное до заводское перемиряйте на новом масле компрессию зачем это делать ну просто для того чтобы исключить там формат присадок до поднимающих компрессию мало ли что там перекупы порой бывают по наливают туда то есть бывают всякие ухищрения по подъему там она может только начинать разниться да и это все можно увидеть то есть ну как бы банально хотя бы просто промерить ее стоит безусловно а в целом вот этот автомобиль у меня вызывает бурю эмоций положительных знаете как несмотря там на этот минус и я вам больше скажу да я даже так иногда даже задумываюсь да может быть поменять и на самом деле там это по 5 таки проблема пятого цилиндра у меня для меня лично она не является несущей какой-то и глобальные потому что на любом двигателе абсолютно есть шанс попасть абсолютно на любом будто mercedes бмв тойота неважно но вот на любом двигателе встрять можно во что-то в профилактику поэтому конечно же там на последние бабки подобные автомобили не приобретаются а так в целом автомобиль очень позитивный динамичный и вызывает только положительные эмоции друзья с нами был лексус gs 300 а в.д. причем это тоже плюс громадный всем удачи на дорогах добра пока подписывайтесь в.д.